В эфире на Ульского телевидения информационный выпуск новостей. В студии Алифред Валяхметов. Здравствуйте! 40-е заседание Совета муниципального района состоялось 20 ноября. В повестку дня было включено 6 вопросов. Заместитель главы администрации, начальник финансового управления Резида Хусаинова открыла пленарную часть докладом о назначении публичных слушаний по проекту решения Совета о бюджете Иноульского района на 2020 и на плановый период 2021-2022 годов. Слушания состоятся 5 декабря в 16 часов в зале заседания районной администрации. Затем она доложила о внесении изменений в решение Совета муниципального района от 13 декабря 2018 года о бюджете на 2012 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Заместитель главы администрации по экономическому развитию и предпринимательству Файруза Аганиева довела до депутатов изменения в приз-куранте на услуги, оказываемые Центром комплексного обслуживания муниципальных учреждений. Также на заседании обсудили изменения в структуре администрации муниципального района, реализацию имущества общества с ограниченной ответственностью Иноул Агра и досрочное прекращение полномочий депутата по избирательному округу номер 4 Решата Хакимова. Вел заседание председатель Совета муниципального района Ильдар Маликов. Программа поддержки местных инициатив в районе продолжается. Еще раз напомню, программа предусматривает выделение на конкурсной основе субсидий из республиканского бюджета на реализацию проектов, наиболее важных для территории, направленных на его благоустройство. С 13 ноября в районе начались итоговые собрания граждан, где определяются наиболее приоритетные вопросы, решению которых возможно благодаря участию в данной программе. Собрание провели еще в семи сельских поселениях. Жители Иткинеева общим решением выбрали проект приобретения коммунальной техники, а именно трактор. Также в этот день в здании фельдшерско-акушерского пункта в деревне Кичикир жители утвердили проект благоустройства кладбища. 16 ноября представители совета района приняли участие в собрании в Туртике и Гудбурово. Модернизировать уличное освещение деревни – такое решение приняли в Туртике. В Гудбурово в скором времени приступят к капитальному ремонту водопровода. Следующие три собрания прошли в юго-западном направлении района. Ремонт автомобильной дороги общего пользования деревни Наняды – этот проект жители приняли единогласно. Для благоустройства кладбища и его ограждения в деревне Козыл-Яр жители решили приобрести соответствующие материалы. А в селе Ямады будут закупать дополнительное оборудование для недавно приобретенного трактора. Зональный семинар совещания «Продвинутые родители» состоялся в гимназии города 20 ноября. На родительский форум были приглашены представители близлежащих районов и председатель региональной организации «Содействие в решении социальных проблем семьи и человека» Республики Башкортостан Ирина Банникова. Мероприятие началось с выступления учеников гимназии. Теплая, дружная семья дарит любовь в каждой дам своей. И друг для друга очень дороги все. В каждой семье любовь рождается, в ней каждый день она нуждается. Счастливы по-настоящему мы только в семье. Счастливы по-настоящему мы только в семье. В начале своего выступления Ирина Банникова ознакомила присутствующих родителей с региональной организацией «Продвинутые родители». Рассказала про ее цели и задачи. Объяснила, что членами этой организации может стать любые родители, которые считают главным жизненным проектом собственных детей. Практика показывает, что семейные ценности во многих семьях находятся под большой угрозой. Проблемы с разводами, снижение с рождаемостью, статистика ухудшается с каждым днем. Недопонимания между родителями и детьми зачастую становятся причинами всех этих проблем. Ирина Банникова предложила поговорить именно на эту тему. Нужно настраивать детей с младшего возраста, не принимать близко к сердцу все проблемы и неудачи. Надо им объяснять, что современный мир диктует то, что учиться придется ему всю жизнь, что этим занимаются и их родители. Основная тема зонального семинара – девиантное поведение ребенка. Эта тема становится актуальной и нужно уделить этому особое внимание, подчеркнула Ирина Банникова. В чем причина девиантного поведения ребенка? Кто от этого страдает? Позиции родителей в ситуациях с девиантным поведением детей. Об этом беседовали участники родительского форума. В любом случае, при проявлениях такого поведения родители должны обратиться к специалистам. «Неправильные своевольные действия могут только усугубить ситуацию», – особо отметила президент региональной организации. Девиантное поведение – это крик о помощи, поэтому не игнорируйте ребенка, будьте внимательны к нему, потому что именно разногласия между родителями и детьми приводят к нежелательным последствиям. В процессе семинара участники форума задавали интересующие их вопросы, на которые получали интересные и развернутые ответы. Вообще, чаще всего жизнь сама диктует те темы, которые так или иначе оказываются на повестке детско-родительских отношений. Конечно, но чаще всего берутся такие, так скажем, острые темы, и те вопросы, решения которых, так скажем, требует какого-то такого достаточно оперативного вмешательства. Не всегда темы приятные, но, к сожалению, при том, что родительство вообще – это счастье, но на сегодняшний день в свете стремительных изменений, то есть очень часто родителям бывает сложно вообще, в том числе и в воспитании собственных детей. Поэтому, конечно же, такие встречи нужны, такие встречи важны. Если говорить о сегодняшнем дне, я считаю, что встреча удалась и диалог получился. На то, насколько откровенны родители, не всегда откровенны, не все готовы вообще еще себе честно сознаваться. И надо сказать, что это тенденция не отдельно взятого района, это вообще, то есть так устроена человеческая психика, мы какие-то вещи сами для себя иногда стараемся приукрасить, где-то сгладить углы, где-то, то есть, может быть, снивелировать. И, на самом деле, мне кажется, это одна из таких проблем, которые, собственно, мешают нам, как родителям, в воспитании собственных детей. То есть, с момента, когда мы становимся честнее с самими собой в первую очередь, то есть это не значит, что нужно прийти на какую-то общественную площадку и рассказать о том, что тебя тревожит. Когда мы сами с собой становимся честнее, на самом деле, качественно начинают меняться отношения с собственными детьми. Дети, как правило, очень быстро это замечают и очень быстро отвечают взаимностью на наши вот такие внутренние изменения. Поэтому, конечно, все больше родителей интересуются этой темой, это не может не радовать. Если говорить об Янаульском районе, то здесь мероприятие уже проходит не в первый раз. И что порадовало, что достаточно большое количество родителей, так скажем, присутствует здесь уже не впервые. И это говорит о том, что родителям интересна повестка, что им хочется развиваться для того, чтобы становиться более осознанными и продвинутыми. Еще одним пополнением технической базы Центральной районной больницы стало поступление в детское поликлиническое отделение двух новых электрокардиографов с возможностью дистанционной передачи данных. Само обследование сердца представляет собой исследование с помощью ЭКГ-аппарата и ультразвуковое исследование сердца. После чего на основании полученных данных подводится заключение по состоянию здоровья. Новое современно-медицинское оборудование удобно для проведения обследования даже самых маленьких пациентов. И теперь можно, не выходя из поликлиники, провести полное обследование детей и подростков, используя современные УЗИ и ЭКГ-аппараты, выводящие показания непосредственно на экран компьютера. Мы его установили в первой детской поликлинике, второй – в возрастной поликлинике. Аппарат дает возможность исследовать детей на месте, чтобы не было скучности, чтобы не было очевидей. И этот аппарат преимущество имеет в том, что мы можем дистанционно отправлять ЭКГ на пульт, передаем мы его сразу врачу. При установке диагноза уже можем целенаправленно направить на дообследование республиканский карлодиспансер при выявлении патологии. Очень удобен для обследования детей раннего возраста. Мы сейчас уже начинаем обследовать детей в годик. Это первый этап диспансеризации. Обязательный этап диспансеризации в 4 года, в 6 лет, в 10 лет и в 14-15 лет. Также мы проводим диспансеризацию детей в военкомате для первичной постановки на учет. Проводим диспансеризацию девочек фертильного возраста и у детей, которые состоят на диспансерном учете при направлении на дообследование в республиканские учреждения. По тому, что у нас поступил новый аппарат, родители довольны, потому что они приходят в детскую поликлинику и получают полное обследование, не выходя уже из стен детской поликлиники. Во-первых, у нас обстановка уютная, врачи доброжелательные, детская поликлиника, она обладает всеми возможностями на сегодняшний день для профилактического осмотра, для медицинского осмотра, для проведения диспансеризации, для выявления каких-то скрытых ранних заболеваний. На данном этапе у нас Инновская центральная районная больница обладает полным комплексом лечебно-оздоровительных профилактических мероприятий. Если есть необходимость, мы уже на дообследование отправляем в республиканские учреждения, в детскую республиканскую больницу или в республиканский кардиологический диспансер, потому что кардиологи у нас наблюдают детей раннего возраста и детей до 18 лет в Уфе. Выездной прием граждан провели судебные приставы в рамках республиканской акции «Вовремя оплаченный налог. Спокойствие за лог» в здании многофункционального центра 20 ноября. Каждый желающий мог получить консультацию по вопросам наличия задолженностей по налогам, а также любому интересующему их вопросу. Целью этой акции является информирование граждан об имеющейся задолженности по налогам и сборам. Все прекрасно знаете, что 2 декабря наступает срок уплаты всех налогов. Целью этой компании также является информировать именно о задолженности. В рамках этой компании проводятся рейдовые мероприятия совместно с налоговыми органами, у кого имеется задолженность. Целью проверки имущественного положения должника, если такое имущество обнаруживается, то накладывается арест, ограничивается выезд за пределы Российской Федерации. Хочу призвать всех жителей Яновольского района оплатить вовремя свою образовавшуюся задолженность. Основная часть населения все равно они добросовестные, вовремя оплачивают. Есть такие люди, которые забывают, но совместно с налоговыми органами, еще раз повторюсь, проводятся рейдовые мероприятия, и сотрудники налоговых органов вовремя уведомляют, отправляют квитанции. Ну и сознательные граждане, не доводя уже до принудительного исполнения, стараются оплатить имеющуюся задолженность. Таковы новости к этому часу. Далее эфир продолжат мои коллеги. Я с вами прощаюсь. До новых встреч.